вот такая клумба у нас при входе в парк идемте гулять друзья здравствуйте меня зовут наталья вы на канале прогулки по харькову погуляем немного по парку и расскажу наши последние харьковские события они печальные у нас прилеты за прошлую неделю харьков трижды обстреливали и 30 августа был очень сильный обстрел при котором пострадало больше ста человек 23 августа у нас городе был день харькова а 24 день независимости украины и харьков эти два дня ликовал праздновал у нас вечером включили звездное небо это иллюминация на сумской нас включили сухой фонтан то чего не было еще сначала войны вот конечно город вышел на улице все радовались молодежи особенно таким город мы не видели очень давно и буквально в эту же ночь на 25 августа был прилет в 4 0 5 утра я проснулась от сильнейшего взрыва взрыв был моем районе было два прилета но один я не слышала потому что было далеко а второй был прямо возле ну не прямо а в моем районе недалеко от моего дома затем буквально через пару дней даже какие пару дней на другой день 26 августа это был понедельник мы собирались на похороны умерла моя двоюродная сестра и в 9 утра было пять прилетов а мы должны были быть десяти уже в морге в померках собирались утром вызывали такси тут на тебе опять прилеты очень громко вот в общем-то харьков стреливали и буквально 30 августа 5 опять сильнейшие прилеты момент прилета это было где-то часа четыре может немножко раньше пол четвертого я находилась в церкви у нас в этот день служили чин погребения плащаницы богородицы и людям как и я молились шла служба вот первый взрыв был глухой то есть он был далеко затем второй раз был прилет очень громко слышно и буквально минут через десять я слышала третий взрыв я находилась на скамеечке возле окна возле понесильного стола и тут друг прилет громко громко я подскочила схватила сумку побежала ближе к выходу там у нас как арочка такая можно спрятаться конечно люди перепугались в храме больше женщины чем мужчины испугались и я очень испугалась начали как-то переговариваться молиться креститься вот то есть был очень близко прилет я потом вышла на улицу посмотреть честно говоря в сторону моего дома нет ли там дыма вот и посмотрела что в округе вроде бы как дым не идет то есть прилет был не прямо близко к церкви немножко дальше но было очень-очень сильно слышно я увидела белочку сейчас попробую вам тоже показать у нас видите в парке уже сухо в харькове очень жарко вот эта белочка листья осыпаются уже уже фактически начала осень хотя жара летняя плюс 32 вот и потом в храме люди выходили периодически на улицу потому что им звонили видимо и переживали где они вот вот я тоже выходила слышала разговор женщины она говорила что окна разбиты разговору поняла то есть у кого-то видимо был такой прилет рядом с домом вот что еще ко мне подошел мужчина с ребенком это мои зрители с моего канала вот мы познакомились очень приятно кстати вот и он говорит что когда был прилет они ехали в троллейбусе занята все слышали и пропало электричество троллейбус конечно же остановился вот то есть так вот они попали под такой прилет скажем так я добавлю данному к этому видео кадры из телеграм-каналов харьковских как это все происходило очень сильное разрушение было ранено 97 человек из них 22 ребенка и погибло 7 человек это были авиабомбы которые запустили из белгородской области и одна бомба попала прямо в дом часть дома обвалилась был сильнейший пожар вот страшный кадр опять же люди успели заснять когда женщина была на балконе намахала руками и из ее квартиры валил дым и она не могла выйти конечно через квартиру через дым была на балконе вот она кажется погибла погибла девушка художница талантливая девушка очень красиво показывали картины погибла девочка которая сидела на детской площадке возле парка вот конечно люди начали помогать приехали спасатели пожарники очень долго это все разбиралась завалы даже ночью работала около 100 человек у нас харькове спасатели уже огромнейший опыт они быстро приезжают вот ну была полиция конечно же вообще страшный кадр они вчера в телеграм-канале все облетела вот я снимаю видео 31 августа вот но она позже выйдет вот общем то я добавлю кадры посмотрите вот страшно что вроде бы как нормально живешь вроде бы как тихо спокойно мирно и в любой момент опять прилет опять стресс опять эти взрывы это все слышишь опять нервничаешь вот и конечно очень жалко людей потому что прилеты по обычным жилым домам два прилета были в том районе где я живу попали в частный сектор у людей просто вот ну сгорели дома остались без жилья ну как и квартира опять же вот там даже какой-то был обвалом плиты часть дома просто рухнула вот в общем то ужасная картина так что вот так вот такие нас новости в харькове война у нас не заканчивается это ощущается постоянно в любую секунду харьковскую область бомбят ежедневно вот и прилетают шахеды и бомбы это и везюме были прилеты и казачья лопань и богат духов ежедневно ежедневно каждую ночь вот и днем и очень много разрушений вот и школы разрушены и обычные дома и есть раненые или погибшие почти ежедневно вот до харькова меньше долетает вот но все равно ответьте такой прилет сильнейший и 31 августа в харькове объявили день траура вот так что такие у нас события так стараюсь не унывать получается с трудом не за всех сил стараюсь жить более активно вот и на пляж ходить вот и как-то вот стараюсь стараюсь как и все мы собственно говоря потому что мы уже страшно сказать мы привыкли к этим взрывам вот опять же когда мы ехали в морг вызвали такси 26 числа вот было пять прилетов по городу а мы ехали по академика павлова сторону померок нам нужно было попасть в онкоцентр и там морге была моя сестра так вот людей полно машин полно пробки вот даже какая-то авария была на дороге то есть мы не живем в этом мире в этой реальности в этой войне и вот утром пять прилетов оживем дальше на вот что нам остается делать собственно говоря вот так вот вот ладно все таки это тоже засохли сосны в этом году прямо из-за жары очень много посохло деревьев прямо прямо совсем такая засуха сильная вот в парке видите убрано все тут красиво парке у нас это почти лесопарк скажем так ладно все друзья я буду видео заканчивать комментируйте ставьте лайки вот те кто не доброжелатели пишет мне всякие гадкие комментарии вот прошу вас не писать не нужно этого делать потому что вы мое мнение не измените вот не о войне не о ситуации вот поэтому не нужно зря тратить чернила и перо скажем так все до скорых встреч до свидания